Все, что происходит на юго-востоке Украины, это ужасно. Это настоящая война. У меня складывается ощущение, что нынешние власти Киева просто хотят стереть с лица эти поселки, города делают это достаточно коврово. И им все равно, люди ли это с оружием, либо это женщины, дети. Есть ощущение, что они просто хотят избавиться от населения этой территории. Они просто убивают людей. Это даже не обыкновенный фашизм. Что может быть в ужасне фашизма, я не знаю. Наверное, ничего. Но это даже за фашизмом, на мой взгляд, то, как они действуют. Но я также и вижу, что, например, в той регулярной, так называемой, армии Украины, там действительно не все хотят поднимать оружие и стрелять в сторону своих соотечественников. Вообще, война – дело молодых. И когда уже за 30, и у тебя есть дети и семья, ну как-то вот на войну, мне кажется, не очень. Я прекрасно понимаю этих мужчин. А, с другой стороны, у них нет выбора, выхода. И нынешняя киевская власть их просто призывает на войну в срочном порядке с угрозой уголовного преследования. И все эти города – Краматорск, Луганск, Донецк, Мариуполь. Я не знаю, как долго они смогут противостоять без нашей помощи. По мне, так я бы уже до Киева дошел бы. Если бы была такая возможность, и я был бы первым лицом государства или министром обороны. Я даже не посылал бы солдат. Одна кнопка – и все. Я очень верю в то, что для нынешней киевской власти когда-нибудь наступит их Нюрнберг. И по моим прогнозам, должно это случиться лет так через пять. Потому что, как показывает история, вот такие марионеточные правительства с хозяевами из Вашингтона дольше не пребывают у власти. Спасибо.